Получить пенсию, забрать посылку или отправить письмо. Для этого жителям микрорайонов по улице Богдана Хмельницкого и Садовой в Чебоксарах приходится ездить на главпочтам. Единственное ближайшее к ним отделение почты закрыли. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Тамара Ивановна пришла на почту за пенсией и посылкой, но получить их не получится. Дверь закрыта. В объявлении сказано, в связи с ремонтом отделение переехала на проспект Ленина. Это адрес главпочтамта. Я посылку взяла от брата и не могла получить. Надо ехать мне туда. Таких, как Тамара Ивановна, собралось много. Для пожилых людей почта учреждения необходимая, а дорога до главпочтампа не близкая. С улицы Богдана Хмельницкого до проспекта Ленина прямого транспорта нет. Даже если на ногах, я могу доехать опять с пересадкой. Это надо 70 рублей денег платить. Это за пенсию съездить, потом телефон оплати. Кроме того, через почту пенсионеры оплачивают коммунальные услуги, рассказывает представитель управляющей компании почти со слезами на глазах. 25% платежей поступали у нас от почты. Жители все высказывают нам. Так как работа у меня связана с населением, я должна выслушать, понять жителя. Когда местные жители обнаружили, что почта закрыта, выяснением обстоятельств занялся старший по одному из домов Александр Новоселов. Мужчина пытался узнать, надолго ли. Оказалось, что возможно навсегда. Информация, как говорится, не подтвержденная, но, как говорится, все уже знают в районе, что вместо этого почты в этом помещении будет и как. Увы, в Почте России информацию не опровергли. В связи с расторжением договора аренды, отделение номер 10 города Чебоксары переехало по новому адресу на проспект Ленина 2. Мы сейчас занимаемся поиском помещения. Ряд предложений у нас уже есть. После окончательного решения будет проведено ремонт этих помещений. Соответственно, отделение вернется на новую площадь и заработает штатным режимом. Я думаю, однозначно в апреле откроем мы это отделение. Конечно, новые отделения обещают в непосредственной близи от старого. Однако непонятно, почему. Поиском помещения занялись только сейчас, жалуются жители. Ведь о том, что договор аренды не продлят, было понятно задолго до того, как закрылась дверь. Надо было сначала решить с помещением для почты, убрать ее туда, а потом уже как-то закрывать ее. Так или иначе, до апреля пенсионерам с улицы Богдана Хмельницкого еще минимум два раза придется съездить за пенсией, столько же раз оплатить квитанции за коммунальные услуги и телефон. Так что лучшим подарком 23 февраля и 8 марта станет для них, пожалуй, транспортная карта. Ольга Пырочкина, Атнер, Красаков, Республика.